Мы имеем в виду президента, который до сих пор не взял на себя ответственность за ведение военных действий, которые он должен был бы взять, возглавив в Государственный комитет обороны. Мы имеем бездаря, очковтирателя, жулика и гомерического вора Чеславного в качестве министра обороны, который фактически руководит военными действиями, хотим мы этого или не хотим, вместо Николая Николаевича Младшего. Поэтому давайте поставим вопрос, главное, как сказал товарищ Сталин, который все-таки свою войну выиграл, несмотря на все поражения 41-го года, кадры решают все. То есть корень всех проблем и ключ ко всем проблемам, которые надо решить, чтобы победить этой войны, это кадры. Всегда это подчеркиваю. Свержение, смещение высшего руководителя государства во время войны это катастрофа. Поэтому нравится нам наш президент или не нравится, мы будем не только против его смещения, мы будем активно этому противодействовать, если от нас будет зависеть. Но если наш верховный руководитель на данный момент ничего не сделает со своими замечательными, привычными в течение 20 лет, излюбленными жаполизами, мы не сделать ничего не сможем. Ничего не сможем. Они проиграют эту войну за себя и за президента. И все, что мы сейчас говорим про маскировочные сети, про чехлы, про неиспользование новейших средств и сил, про кретинические боевые операции, про военные провалы, маскируемые под деэскалациями и перегруппировками, Это все нельзя решить при целом ряде кадров, которые все это допустили. Они в принципе необучаемые. Не хотят и не будут учиться.